В этом выпуске речь пойдет о колхозных мастерских, а если точнее, то об их остатках с момента перестройки. Но сначала небольшой ликбез. В СССР, который с каждым годом остается далеко в прошлом, приоритетом всегда были люди. Именно людская сила помогала строить могучую страну. Для людей всегда были рабочие места, а тех, кто не работал, ставили на учет и заставляли работать. Большая часть всей работы приходилась на колхозы, ведь именно на расширение сельского хозяйства советское руководство делало ставку. И это было верным и мудрым решением. Страна росла и развивалась. Но куда пропали колхозы сегодня? Они ушли в прошлое вместе с Советским Союзом. Но память это такая вещь, которую не сотрешь как с флешки. Многие помнят цены на бензин, копейки. Таким же дешевым был хлеб, молоко, мясо. Народ практически ни в чем не нуждался. Все жили хорошо и у всех все было. Не было разделения по классам. Советский Союз мог позволить себе закупать комбайны и другую сельхозтехнику. Пол цены при этом не создавая дефицит и не способствуя ему. Времена меняются ушла в прошлое целая эпоха. В момент существования колхозов со всеми плодородными полями и интересным местом также были и мастерские, которые активно принимали участие в ремонте сельхозтехники. Там могли подолгу ремонтироваться машины, которые не выезжали в поля по несколько месяцев. Работяги зависали сутками напролет в мастерских, чтобы привести в рабочее состояние машину. Их руки всегда были по локоть в масле, которая въедалась в кожу и практически не отмывалась. Сейчас такие интересные места оказались заброшены, от них остались только стены и руины. Лишь только местные жители могут поведать о том, что это были колхозные мастерские. Если вам доводилось работать в юности в колхозных мастерских и ремонтировать технику, поделитесь своими воспоминаниями.